В школе номер 67 побывали сотрудники госавтоинспекции. Они провели для ребят из летнего лагеря урок безопасности. Рассказали, как вести себя на дорогах и предупредили, чем может обернуться несоблюдение элементарных правил движения. Летом такие мероприятия сотрудники ГИБДД проводят почти ежедневно. Приходят в школы, выезжают в загородные лагеря. Ведь именно сейчас, во время каникул, дети часто бывают предоставлены сами себе. У них много свободного времени, и нередко такие обстоятельства оборачиваются для них травмами и происшествиями. Тему продолжит Евгения Солохудинова. Сегодня на повестке дня в городском лагере школы 67 урок безопасности очередной. Такие мероприятия здесь проходят регулярно. Педагоги постоянно напоминают детям о том, как вести себя на дорогах. И чем может быть опасна невнимательность. Целый год у нас уделяется большое внимание этому. У нас есть инспектор дорожного движения, который ответственно приходит в школу. У нас есть ответственный педагог. Дети с удовольствием изучают, стараются соблюдать правила дорожного движения. Иногда даже подсказывают родителям, как правильно себя вести, где можно переходить в проезжую часть, а где нет. Сегодня в гости к детям пришли сотрудники госавтоинспекции. Они рассказали о реальных ДТП, разобрали с ребятами ошибки, которые нередко допускают водители и пешеходы. И привели страшные цифры статистики. За шесть месяцев с текущего года на дорогах города пострадало уже 23 ребенка. Пятеро из них по собственной неосторожности. Среди пострадавших детей 18 детей-пешеходов. Три ребенка пострадали, будучи пассажирами транспортных средств. Один ребенок управлял мотоциклом и один велосипедист. У правил дорожного движения не бывает каникул. Это главная мысль, которую пытались донести сотрудники ГИБДД до детей. На все вопросы полицейских ребята отвечали с удовольствием. И главное верно, ведь многих из них соблюдать правила научила сама жизнь. Женя Иванов рассказал, как на его глазах друг попал под колеса автомобиля, когда пытался перебежать дорогу. Он думал, он терминатор и побежал. И водителю светило солнце, а он очки не надел. И когда он ехал, он не увидел моего друга. В итоге друг попал в больницу с переломом ноги, а Женя и его одноклассники навсегда запомнили, на дорогах нужно быть предельно осторожным и правила не игнорировать. Да, я соблюдаю. Ну, неохота, чтобы сбили, охота еще пожить. Ребята, соблюдайте правила дорожного движения. Жизнь дороже денег и всяких выкрутасов. Урок безопасности дети продолжили на улице. Для них на школьном дворе организовали конкурс рисунков на асфальте на тему дорожной безопасности и веселые старты. Закрепить полученные сегодня знания ребята смогут уже на днях. 11 июля на базе школьного лагеря пройдет игра-квест «Колесо безопасности». Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.